что мы подошли билеты как обещал билеты покупаем вместе со скидкой сделал 300 рублей мы все полторы платим на шучу ребят с таким как говорится продавцом экскурсии любую вкусу даже вот не хотели ехать а пришлось одеваться зайчиком 33 водопада я же вам потом там видео уже показывал ребят где этого здесь будете рядом то момент которым 4000 лет вы видите 4000 лет более все которые по сервисам кавказу альмены расположены им около 400 лет обзорчик дай покажу не перестаю все увидим бежать конечно все и все увидят все ребята увидят и все приедут там лучше еще в этом может в этом еще в сентябре еще успеет мы вас ждем всех ребят так вот ребята видите все зайчиков ребятушки привет едем на 33 водопада обещали большой автобус с кондиционерами дальше будем включаться в этом шикарном автобусе парилка вообще капец дата ошибся извиняюсь прошу прошение конец реально есть реально работают просто ошибся дочки приехали первая остановочка по его на таких потом по водоемам там в чене для нас идем на дегустацию винца ча-ча но я уже все надегустировался все вина что вы будете пробовать будут отличаться и вкусовыми качествами и градусами от заводских вес до свидания потом на выход пить не будем наших курсовод сидит скажи павел павлу васильевичу привет эти ребята на мой канал даже павел садов закончилась сейчас идем куда-то куда-то идем на машину поедем сейчас по рекам вот таким комфортабельным моментом и не пристегивается вот сюда бокал вина целиком-то делает смелость нам по чуть-чуть все ребята мы поехали держимся держимся вот 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вон третий. Четвёртый. Там вон пятый. О, четвёртый. Пятый. А там шестой. Ёпси. Даже вон тут водопад, ребят. Это получается четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Вот такие, ребят, 8 водопадов уже, ребят, пошли. Ну так, ребят, красиво. Кажем, дерево, что такое? Дерево. Деревяное. Дядушки, на что идём дальше? Очередной водопад был, он не покорил. Вот такой водопад, ребят. Девчонки меня накупали. Я там купался пока не стал. Потому что в конце покупаешь ничего. Всё, ребят, очередной водопад. Там ещё один. Ещё один. Смотрите. Конец. Пил, ты, 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 надо. Ну, ребят, вот эти походы в вершине. К концу водопада. А там, ребят, ещё много их. Мы просто, сказал, что пойдём. Там не прокоптана такая тропа. Вот, ребят, такая красота. Сейчас пойдём обратно. Дядушки. Сейчас пойдём вниз. Пойдёт вниз у нас дорога. Пойдём сейчас вниз. Вон туда. Какие крепления. Вот так они. Просто так идёт. И ничего не прибить. И ничего. И держится как-то. Поднимаемся. И спускаемся, и поднимаемся. Всё вместе делаем. Чё, поперкнулся. Вот такие, ребят, тут. Ну, это ещё не закончено путешествие. Мы сейчас ещё поедем. Куда-то. Хвата, повезут нас ещё. Деньги из наших вытрясти, ребят. Так, кулина. Мы же набитые деньгами. Мешки. Надо будет вытрясывать. Там уже, видите, шашлыки, где-то заказываете. То, всё. Такие шашлыки-то сейчас. На всей, только искусство началась трёхчасовая. Вот такая, ягода, видите-ка, синика. Вон, голубика, видите. Вон, дикая клубника, видите. Грибы. Шампиньоны. Короче, ребят, у подножного корма можно поесть. Бабочки. Павел сидит с мишкой. Мишка молодец. Видите, это что-то дерево желания, ребят. Ребят, у меня сейчас я пойду купаться, ребят. Там немножко меня поснимает. Ребятушки, ну что, идём купаться. Не купаться, а тут так. Камушки, ребят, а шпакальки-то удобнее ходить, чем поедем ко мне. О, водичка. Тут, короче, я на осланцах выходить. Пойду я за тапочками, тут невозможно идти. Русские ноги, там не острые. Опа. Опа. Вода прохладная. Прохладненько. Да, она острые причем. Все, ребята, искупнулся. И все, пойду одеваться. Ребят, подожди. Вот так вот. Ну все, ребята, 300 летопада сочинские. 600 метров. Снегур осенью, запрещено. Все, идем, шляпся, еще проходим, пошляпимся. Малмонты, ребят. Ну, как подавали, так, докупь его, не плачусь. Плесец. Как настоящий? Динозавры. Монетки тут пьют. Давайте сюда посмотрим. Монетка 100 рублей. Смотри, тюбетейка пухого, после дедушки глухого. Ух. Ох, какая. Павла, видите, такая общинка, даже машинки есть. А можно померить, нет? Фоткаться нельзя, ребят, видите. 25 рублей. Монетики. Курение запрещено. Горный чай. Но она имела в виду, фоткаться, одевать ее нельзя. Шапку. Так что. Кадушки. Вот так вот. Бери, Оля, подержи камеру, блин. Сейчас. Это что, там, коньячок? Это твой тесно. Ну, блин, ну, ладно. Давай, давай. Спасибо. Какая лиса тебе поется. Ты хочешь снимаешь с коньяц? Хе-хе. Хе-хе. Вот это, ребята, кид. Уже таких. Вот таких, наверное, кидов побольше. Владимир вообще молодец. Его из для отмени. Спасибо. Пойдем. Сейчас пойдем на форелевую хозеренду. Покажем. Ребята, эксклюзив. Только для канала, Павел Васильевич. Блогер. Блогер, ага. Сейчас пойдем кормить. Это тебе. Так, вот там берешь и так. Ты ходишь кормишь. Это у нас форелевая маленькая, она здесь. Ее кормить ей можно маленькой? Руками нет. Нет, кормить можно ее? Вот так ее надо кормить. Супи, стоп. Смотри, что с ней билет. Охо-хо-хо. А тут все, что поровы. Охо-хо-хо-хо-хо. Брызгуй ты, как я. Сюда, большая вина не ест на тебя. Ребята, докормлю сейчас. Скоро мы вас кушать будем. Пойдем договаривать. Видите, ребят, это специально, эксклюзивно договорился. Вот такой у нас гид. Володя, тебе спасибо огромное. Ты увидишь канал. Спасибо от души. Вот таких побольше мы делим. Ребята, человек из КВН, да? Так, а из какой команды? Утомленное солнце. Утомленное солнце? Офигеть, ребят. Вот, смотрите, это вообще. И форель, блин, половили. Ну, конечно, не поймали. Поймали чебурек. Но, тем не менее. Что, нужна наша... Это не белье от горы наших. Да. Вот так вот. Павлу Васильевичу передает. Утомленное солнце придет привет. Однозначно. Ребятушки, смотрите, какая красота. Ребята, бежал, вспомнил про монетку. Ребята, выбрали. Места не очень это... Не самая тихая. Здесь будем сейчас стучать. И стучать, и стучать. Смотрите, чтобы не испугалась, мамышка. Так. Вам бы лучше пересесть. Вот там тихо, спокойно. Там лавочка есть. Так, сейчас, ребята, вы видите монетку. Я вам не буду говорить, какую монетку. Потому что сейчас... Фу, бля. Кто-то меня загонял. Ха-ха-ха-ха. Ну и так. Накусим. Так, внимание, ребята. Не пугаемся. Не пугаемся. И... Испугался. Ха-ха-ха-ха. Вот все-таки испугался. Так, пить. Я не... Или не пить, ребятушки. Вот что-то монетка получилась. Пить. Или не пить. А что это за металл? Это сплав, медь и цинк. Это латун. Все? Спасибо. Полировать вам? А, давай-давай-давай. Давай-давай, конечно, наполируй. Сейчас, ребята, наполируют нам. У меня будет, ребята, хоть... Да. Возможность пить. А что? А делают таким, это пить-пить? Пить-пить? Да. Нет. Запьетесь еще. Ха-ха-ха. Все, ребята, едем. Обратно едем, ребята, в меньшем количестве. Ни на одного человека. Просто мы стали уже дружить за это время, наверное. И стали ближе к другу. Друзья, сейчас... Молодец. О-о-о-о! Ха-ха-ха! Вот это экстрим! Ха-ха! Вот, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это молоко, сыворотка и соль. Молоко должно быть домашнее, свежее, а не магазинное. Так как адыгейский сорт делается из коровьего молока, у нас здесь коровье молоко. Сыворотка должна быть также домашнее, свежее, а не магазинное. Есть два самых легких способа ее добычи. Молоко в баллоне, когда у вас прокиснет, образуется три яруса. Верхняя яруса это сливки, простокваша, самый нижний ярус это наша сыворотка. Сыворотку отливаете. Вы париваете простоквашу, получается еще два продукта, борок и еще сыворотка. Сыворотку все в одно сольете, поставите на 5-6 дней в теплое помещение. Скиснет, можно употребить при готовке. Но чтобы приготовить 1 кг сыра, потребуется от 7 до 10 литров молока, в зависимости от его жирности. Чем жирнее молоко, ваше тема меньше уйдет на килограмм. Добавляют сыворотку не в кипящее молоко, а когда молоко находится на стадии кипения, в чем отличие? Добавите сыворотку в кипящее молоко, получится домашний творог. На стадии кипения сырная масса, которая нам и нужна. Добавляют сыворотку строго по краям казанка. Почему? У казанка система нагревания такая, что нагреваются сначала края, затем низ, середина. К середину сыворотку добавите, по краям молоко закипит, получится также домашний творог. Для того, чтобы молоко ваше не закипало, добавляют сыворотку по краям. Сейчас поближе подходите. Как определить у молока стадию кипения? По краям образуется прозрачная пленочка, с краев молоко начнет пениться или пузыриться. Вот в этот момент я начну добавлять сыворотку, но точных ее пропорций добавления нету, ее на глаз добавляю. Как только молоко ваше свернется, отойдет от краев, медленными движениями помешиваем. Сейчас пока просто понарезаю. Резких движений лучше не делать, разорвете сырные волокна, в дальнейшем которые могут просто процедиться, а от вашего сыра ничего не останется. Газ выключаем и процеживаем. Процеживать лучше всего через марлю, больше сыра останется в марле, чище сыворотка выйдет. Которую используют по кругу, заново поставили, с кислой, ей же заново можно готовить. Безотходное производство получается. И вот сырная масса. Вот эту сырную массу спрессовывать нельзя, ни в коем случае спрессуйте его, сыр получится сухой и довольно-таки невкусный. Его подвешивают в той же марле на 2-3 часа, он сам под своим весом спрессуется, влагу всю лишнюю из себя сам выкручивает. После того, как повесел, вы можете его посолить с двух сторон, сверху с них. Соль любая, по вкусу лучше вообще его не солить и употребить в пищу. Но есть у него один большой минус, его срок годности. 2-3 дня без холодильника, в холодильнике до недели. Для того, чтобы его продлить, придумали копчение. А как определить, адыгейский сыр вы приготовили или нет, один из способов его просто поднять. Творог вы так не поднимете, он у вас развалится. Второй способ – пожарить на сковородке, как картошку. Он не плавится и не теряет свою форму. Это его единственное отличие от остальных сыров. Сейчас вопрос, если какие-нибудь у вас есть по приготовлению, можете задать. Не, это рука не чувствует. А почему не чувствует? Спасибо огромное. Сейчас пройдемте дальше за мной на коптижу, я вам покажу как-то. Перед вами сейчас два вида сыра. Вот этот – наш национальный адыгейский сыр. В виде булочки – сыр с добавлением овечьего молока. У них есть такое плюсовое свойство. То есть, сколько суток коптите вы их, столько месяцев они у вас будут храниться. Эти сыры с суточного копчения будут храниться до месяца без холодильника. Но никакой продукт коптить вечно нельзя, есть свои определенные сроки в копчении. У сыра сроки эти 7 суток. Вот что получится. Как его съесть? Как есть. Распаривая на водяной бане его, он как губка горячий пар обратно в себя впитает. Станет больше, мягче. По вкусовым качествам, полезным веществам от этого сыра ничем абсолютно не отличается. Влажной тряпочкой с двух сторон черноту снимите с него, можно будет его в пищу употребить. Такие же сыры часто у нас еще находят в горах, которым по 100 лет, по 200 лет они съедобные до сих пор. Что насчет маленькой головочки, это ему 8 лет всего лишь. Можете потрогать, понюхать. Коптим сыры в основном на ольхе, на фруктовых деревьях. Они не придают сыру никакого привкуса. На смоленистой древесине ничего коптить нельзя, горечь, запах неприятный. В пищу такую употреблять уже нельзя. Сейчас вопросы, если какие-нибудь у вас есть, можете задать. Вопросов? Нет. Все понятно объясним. Если его на бане распарить, он больше станет? Больше станет? Да, он больше станет. Ну, станет примерно вот таких размеров. А, ну так понятно. Что этот сыр килограмм раньше весил? Ну, как хлеб черствую, если его распаривать. Ну да, что-то типа того, только распаривать придется около 3 часов. А сейчас проходите вот в этот зал, первый поворот направо, к стоечке будете все пробовать. Так, ребят, вот у нас тут сейчас будет пробовать был сыр. Так. И вот до сюда восстановимся. Удивительная просьба, пожалуйста, потише, чтобы мы сильно не надрывались, не кричали. Чтобы вы все услышали, то, что мы вам хотим донести. Берите зубочистки и дегустируйте сыры холодного копчения. И слушай, пожалуйста, внимательно. Перед вами корца с коровью молока. Она хранится 1-2 недели без холодильника, в холодильнике до месяца. Так как осанна стоит 250 рублей. Балок с добавлением козь и молока хранится также 1-2 недели без холодильника, в холодильнике до месяца. Она стоит 100 рублей. И корца не копченая с национальными специями. Такие специи, как хаубейн, чабрец, паприка, хмельс, нюшнэйн. К сожалению, корца хранится всего 3-4 дня без холодильника, в холодильнике до недели. Так, она не копченая. Ее стоимость 300 рублей. Пока пробуем. Мой брат вам пока нарежет национальный адыгейский сыр с коровью молока. Вы видите, он вот так, в плоской кубники. Все увидели? Во-первых, адыгейский сыр, он имеет температуру павления. То есть, его можно обжать на сковородке с двух сторон, как картошку, и он у вас не расплавится. Жареный, но еще вкуснее. Во-вторых, этот сыр богат кальцием, чем полез для организма. Он укрепляет кости. Его можно употреблять с чаем, с кофе, с молоком, с медом, с какао. Но у нас обычно употребляют в теплом виде с вином, благодаря внешности. Вино приобрели? Придаем. Достаем, сейчас будем пить, дегрузировать. И вот здесь можно высадить. Второй сыр, когда он сейчас нарежет, это уже сыр с добавлением овечьего молока. На вкус. Он более слонее с кислинкой. Поэтому у нас употребляют напитком, как чачи или коньяк. Вылетел он вот так, как булочка с надрезом. Знаешь, что такое чачи? А ведь не только девушки. В принципе, как и всегда. Но этот сыр у вас обжарить не получится. Его можно только разогреть, желательно в микроволновке. Теперь, смотри, пожалуйста, еще раз сюда. Если вы прибьете сыр овечий, либо адрегейский, разницы нет. Мы их вам заворачиваем в салфановый пакет вот таким образом. Пакет открыт, необходим доступ к кислороду. Для девушки информация. Вот так вот сыр не закручиваем, в сумку не кидаем, как вы любите это делать, да? Да. Поэтому у нас дома продукты мало хранятся, бедные мужи, я думаю, есть нечего. Приехали домой после экскурсии. Достали сыр с пакетами в голом виде. Без пакета, без ничего, на полку в холодильник положили. Так на вас сохранится 2-3 месяца. Если вы с рыбой можете домой, откуда приехали, ехать вам сутки двое, трое или более. Необходимо приобрести дышащую ткань. Бинт, марля, полотенце. Также у нас есть мешки в продаже, стоимость 50 рублей. Сыр также положили, можете везти его хоть месяц, он не испортится. Необходим дозу пислорода. Перевозить даже можно в режущем виде, то есть съели половинку, вторая половинка осталась. Сохранятся они до месяца без холодильника. Масса головки примерно 550-600 грамм. Стоимость головки адрегейского сыр у нас 500 рублей, за овечий 550 и 600 рублей. В зависимости от размера. Теперь, если кого что интересует, обращайтесь, сыр мы вам упакуем. Смотрите, даже видите, в инстаграме они есть, двойное подчеркивание. Вот так вот, ребята, видите, тут все блогеры, не только я, один блогер. Так что подписывайтесь на их инстаграм, сырок захочете, они даже вам почта вышлют. Кто-нибудь знает, что такое холодное копчение? Ну, это от дыма, наверное, да? Да, очаг находится в одном месте, вот он внизу, коптилка в другом. Дым поднимается по трубе длиной 3-4 метров, за это время он успевает остыть. Поднимайтесь сюда. С дымом. Это у нас толстолобик. Рыба малосоленая, не костлявая. Маринуем в течение двух дней, после чего коптим в течение полутора-двух суток. Хранится также неделю без холодильника, две недели в холодильнике. Стоимость всего 350 рублей. Если есть какие-то вопросы или желание что-либо приобрести, обращайтесь. А дегустация будет? Дегустация, к сожалению. Да, вот. К сожалению, говорят. Все грустные уходим, никто не поел. Так хотели рыбки поесть. Толстолобик. Толстолобик. А вы откуда? Толгограмм. А мы с Екатеринбургом, у нас тоже есть. У нас только тостолобы. Не, у нас большие. Толстолобики. Дегустация была грустная. Все грустные идут. Не дали попробовать мясо. Ладно, что сыра наелись. Рядочки. Павел Васильевич на дома купить мясо. Так, что мясо купим. Так. Смотрите, первый ряд вот эти три мяса, они по 350. Все остальные по 250. Да давай по 250 там, коник, получше выбери, пожалуйста, попробовать. Пойдет такой? Да, наверное, пойдет. Мы его довезем куда-то дома-то? Смотря сколько везти. Ну вот, мы сейчас, сколько до лазаря, до лазаря, сколько. Да, есть, конечно. Мы уже дома-то не повезем. А что, расскажи, пожалуйста, что это за мясо, чтобы я знал. Это свинина. Свинина, да? Гавядина, к сожалению, закончилась. Из гавядины только вот такая. Понял. Гавяная гавядина. Слушай, еще вопрос. А вы едите, да? Да. А что вы едите свинину? Свинину есть те, кто не едят. Это те, кто чистые мусульмане. Все, как надо делать, намазывают. Все, все, все. А есть, которые якобы мусульмане, но на самом деле... Ну, я понял. Глазарская довезем нормально, да? Так. Ну, что она свежая, да? Да. Гавядушки приехали на пасеку старой мельницы. Будем пробовать мед, дегустировать мед. Кажечки, ложечки взяли, сейчас будем мед. Кушать, пробовать соты, чай. О, самые козырные места заняли. Будем первые получать в пятной, надеюсь. Меда, очень ценится горный мед. Почему? Потому что здесь воздух чистый, вода родниковая, чистейшая. А лес очень богатый. Более 300 разновидностей лечебных трав растений. Поиграет огромную роль для меда. Мед все в себя впитывает. Поэтому то, что собирается в таких местах, очень ценится. Ну, а вообще самый лечебный, полезный продукт в природе, среди натуральных продуктов, самый богатый состав имеет, Мед по составу, близок к плазме траве. В меде содержатся все витамины. А, В, С, В1, В2. В общем, все витамины. Пробуем мед. Это какой мед? Это с маточным. С маточным молочком, ребята. Если вы знаете, что такое мед, обязательно будет расположен мед и чилильные продукты. Вылитый маточный мед. Мед с маточным молочком. Иммунитет, очищение организма, землятор, зрение, память. Горный. Вроде бы опухолевое действие имеет и так далее. Это мед с маточным молочком. А это горный сладкий мед на травах. Горные дикие травы. Это меда наелись. Спасибо, сказали. Капсу, Байслав. Вот, сейчас все посмотрим здесь и сюда. Все. Ребятушки, я у пчелки Майи. Ребята, едем домой. Они вообще на дерево не... Следующая заловка тюльпановое дерево, да. Ребят, по-научному это дерево называется лилиодетер. Почему тюльпановое? Потому что, когда оно придет, с ответа похож на тюльпановое. Сойдет оно в начале июня месяца. Всего лежит две недели. На тюльпановом дереве я вам дам. Ну, минут, наверное, 5-7, не больше. Зайдете, сводкаете, подержите, а не сможете перелезть через ограду. Задержите, загадайте желание. Вы посмотрите на дерево, как бы раз лук на две части. Это дерево, я уже говорил, по-моему, три раза молния. Но вместо воды, чтобы сухой дабы попадает молния, считается священным. Ребята, у лукоморья дуб зеленый. Прощай, тюльпановое дерево. Ух, такое большое, капец, ребят. Вообще, вид такое. С вами сейчас едем на дальмя. Все пойдем на дальмя на лине? Кто не пойдет, поднимите руку. Балтонский дальмем. Паветник. Идем, пожалуйста, очень аккуратно, смотрим под ноги. Потому что минут нет спустя. И предупреждаю сразу. Мы сейчас спускаемся в 80 метров, потом будем подниматься. Маш, все-таки вернемся. Маш, все-таки вернемся. Дальше, что-то. Позднее. Дорога, обрыв. Присаживайся. Опять дегустация. Опять дегустация, информация. Маш, киди, здесь, отдыхай. Все, что, все остальные сдулись, что ли? Нет, смотрю там. Догоняю. Здесь мы находимся 15 минут, время пошло гулять. Спасибо. Оторвать нечего. Отдел, источник-то. А, вон, там. Дальше зайдем, источник. А, вон, там, пакеты или что-нибудь такое, у тебя нет мешката? Где нет. Дальше зайдем. А, вон, там, он бежит. А, вон, там, он бежит. Деда, дружки есть. Ой, пахнет точно серый водород. Тух, кто меняет, и ребят в воду репахит. Все, оставил все болезни здесь. Идем дальше зарабатывать. Надо прикоснуться к гельмену. Загадать желание. Туда же он оставляет. Так что, мы идем дальше. Ребята, все, мы пошли. Наша экскурсия закончилась. Поехали сейчас домой. Сейчас 800 метров вверх поднимемся. За девчонками молодыми пойдем. Они нас здесь в суде идут. Если сами не тяжело не идти. Ребятушки, приехали. Дальше аквапарта нет. Ребят, с гидом, как я повторяюсь, там повезло вообще. Володя, огромное спасибо. Плава, я не спил. Все, пока. О, ну давай, для Павла Васильевича. Павел Васильевич, респект, увожу-ка. Все, спасибо вам, давай, счастливо. Ребята, идем домой. Думал, если честно, поначалу я садился на автобус. Думал, блин, нахер эта экскурсия. Как-то все, ну, благодаря или Владимиру, вот так. Блин, вот такая вот у вас. Хорошо. Давайте. Подписывайтесь на канал, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал.